Это что касается верхов общества. Не для верхов, а для нас, для простых смертных, существует другая религия, которую они называют религией денег, для эксотериков. Эта религия денег заставляет поклоняться людей, золотому тельцу и рассматривать деньги не просто как средства, управления и средства функционирования коммуники, а как цель деятельности. Религия денег рассматривает деньги и богатство как богоугодное дело, как основную форму организации общества, без которой это общество подойдет. И вот впервые четко эта система была сформулирована в одной только религиозной традиции, в томатическом мудоизме. Ни в одной другой религии не было такого понимания денег и богатства, как здесь. Здесь четко совершенно сказано, что богатство это богоугодное дело, что у людей изначально существует это деление на богатых и бедных, и что деньги являются органичным, самым эффективным средством управления общества. А затем была поставлена задача это мировоззрение ввести или интегрировать ее в другие мировоззренческие системы, в первую очередь в христианство, которое, как вы знаете, глубоко чуждо по такому восприятию, поскольку христианство основывается на положении христа, нельзя служить богу, маму, на это время, о чем мы уже говорили. И, соответственно, главная заповедь в христианство, заповедь в любви, она исключает возможность эксплуатации или обогащения одного человека за счет другого. Я сейчас говорю о богословии, я сейчас не говорю о практике. И прошу, дорогие читатели ОКО, планеты, это тоже учесть, потому что в тех комментариях, которые были на моих прошлых выступлениях, постоянно присутствует идея о том, что я идеализирую православие, говоря о практике, о том, как сегодня это все реализуется. Но я-то говорила об учении, о христианских заповедях, которые были даны нам изначально. Другое дело, как это все реализовывалось, другое дело, как это все было искажено. Так вот, именно о мировоззренческой стороне дело я говорю. То есть если другие религии, они на этом уровне, на уровне богословия, и включая католицизм, в итоге иудеизировались, то есть произошло изменение этих религий, иудеизация в плане религиозном, мировоззренческом, богословском, то христианство, имея в виду православие, как тяное христианство, оно осталось целым, целостным, и оно эту систему не изменило. Так вот... Так вот...